Добрый день, уважаемые интернет-пользователи! Мы начинаем нашу онлайн-конференцию. Сегодня в студии первый заместитель председателя Ассоциации Белорусской Федерации Футбола Сергей Сапарьян. Я же Екатерина Забавская. Буду озвучивать вопросы, которые задавали вы на сайте tvr.by. И в течение ближайшего часа мы искренне постараемся успеть на них ответить, потому что их пришло более 80, и мы постараемся на самое интересное дать ответ и осветить. Ну что ж, давайте начнем, чтобы не терять время. Сергей из Могилева интересуется, можно ли считать прошедшую Еврокубковую осень успешной для белорусского футбола? Добрый день. Я думаю, что, безусловно, выход второго клуба в групповую стадию, второго по значимости Еврокубка, безусловно, это достижение. И это не только какое-то субъективное мнение, есть рейтинг оценок, которые получают национальные чемпионаты по итогам того или иного сезона. И, разумеется, за счет этого достижения Минского Динамо и футбольного клуба БАТЭ наш чемпионат значительно поднялся, поэтому без всякого субъективизма, да, безусловно, это самая удачная осень. Иван из Минска интересуется. Добрый день. Недавно читал о том, что у многих белорусских клубов есть проблемы с выплатой зарплат. Скажите, Федерация как-то следит за тем, чтобы со спортсменами вовремя рассчитывались? Ну, такая довольно нашумевшая тема в свое время. Добрый день. Да. Тема непростая. Мы, безусловно, принимаем в это участие. Наверное, самое активное участие мы принимаем в этом вопросе, когда к нам обращаются непосредственно футболисты. Есть комитет, который рассматривает эти вопросы и выносит по ним решения. К сожалению, они не всегда выполняются в срок. Мы вынуждены повторно их рассматривать. Это, так сказать, процесс, уже имеющий, к сожалению, достаточно длительную практику. Ну и кроме такой практики, еще при прохождении клубами лицензирования, система лицензирования, это касается профессиональных контрактов высшей лиги и клубов первой лиги, там рассматривается не только выплата зарплат спортсменам, но и всем работникам клубов, кто состоит с клубами в договорных отношениях. Ну, чтобы была гарантия, да, что люди останутся при деньгах. Это в большей степени, наверное, соблюдение принципов финансового фэрплей, чтобы клубы не тратили больше, чем теми средствами, которыми они располагают. А вы сказали, что спортсмены обращаются. Часто ли они обращаются? Либо это все-таки разовое? Нет, к сожалению, это не разовое, и ни один клуб имеет проблемы с выплатами заработных плат. Но однозначно я могу сказать, отвечая на этот вопрос, что это не столько нежелание руководства клубов или клубов, как юридических лиц, не рассчитываться со своими работниками. К сожалению, ситуация экономическая настолько непростая, что, испытывая трудности, не всегда просто есть средства для того, чтобы выплатить. Ну и со своей стороны Федерация ставит вопрос таким образом, чтобы прежде всего погашались задолженности, конечно, по заработной плате, а потом вносились все другие платежи. Спасибо. Евгений из Гродно спрашивает, как вы считаете, развитие женского футбола в стране идет в гору или же наблюдается за 100? Ведь в нынешнем чемпионате сыграют всего 6 команд, хотя еще 3 года назад их было 10. Какие меры нужно предпринимать, чтобы повысить интерес к женскому футболу и повысить его статус на фоне других видов спорта? Вот неравнодушная к прекрасной половине человечества. Это очень хорошо, только если этот вопрос считается за 1, а у нас еще 80, это одно. Если в каждом вопросе будет 4, то нам будет тяжеловато успеть даже, наверное, на треть ответить. Давайте тогда по женскому футболу. По женскому, да. Но в целом, опять же, я не буду ссылаться на субъективное свое мнение. У нас, по-моему, все-таки в 2014 году была делегация из УЕФА, и именно приезжала смотреть, когда мы проводили мероприятия в лагерях отдыха с детьми. Приезжал посол футбола Штефиграф, и приезжала Эмили Шоу, куратор женского футбола в программах «Хитрит». Они дали очень высокую оценку именно тому, как у нас развивается. То есть темп развития. Да, в большей степени эта оценка базировалась на том, что у нас увеличилось количество девочек, занимающихся футболом. То есть вот если среди взрослых команд, да, действительно, к сожалению, экономика и на женский футбол тоже накладывает свой отпечаток. Если буквально вот на прошлой неделе седьмая команда заявила о том, что они не нашли средств, и на весь чемпионат им не хватит, поэтому они заранее снимаются. К сожалению, количество взрослых команд уменьшается. То количество девичьих команд, среди которых мы организовали несколько лет назад отдельное оперенство, это количество команд у нас не снижается, а наоборот увеличивается. То есть такая положительная динамика ощущается? Да, да. Мы используем грант, который нам выделяет УИФА именно под это оперенство. Используем полностью, отдаем эти средства на клубы. Они этими средствами закрывают расходы по транспорту, по питанию, по экипировке. Часть средств своих федераций дает на проведение, на оплату судьям, в частности, по этим соревнованиям. Поэтому женский футбол, наоборот, у нас прогрессирует, и женская сборная национальная в 25 сильнейших входит в Европе. Поэтому у нее рейтинг даже выше, чем у мужского. Вполне себе, да. Дмитрий из Минска интересуется. Сейчас ходит много разговоров по поводу строительства национального стадиона в Минске. Можно ли процесс его строительства сделать максимально открытым, чтобы общественность могла следить за процессом строительства? Иначе получится, как со стадионом «Динамо», который находится в непонятном статусе уже который год. Таким образом, обеспечить наличие постоянных отчетов и публикаций в СМИ раз в месяц, например, о проекте, какие работы, в какие сроки проводятся, в какие сроки выполнены стадии сдачи и так далее. Вот Дмитрий настолько гласности хочет, прозрачности в какой-то степени. Ну, надо, может, даже не предысторию, а конкретная просто ситуация. Ситуация не очень понятная, каждый раз возвращается к одному и тому же вопросу. Хотя мы уже говорили неоднократно, и не только мы, о том, что для строительства национального стадиона создано отдельное общество, оно называется «Динамо-арена», и называется «Динамо-арена» потому, что первоначально планировалось, что это общество будет заниматься реконструкцией стадиона «Динамо». Поэтому «Динамо-арена». Поэтому «Динамо-арена». Там три основных участника. 68% принадлежит Минскому городу исполкому, 30% принадлежит Трайплу, и 2% принадлежит доле Федерации футбола. Вот три таких неравновесовых... Неравнозначных, да, по распределению. Да, участника. Значит, как я уже сказал, первоначально планировалось, что это будет реконструкция стадиона «Динамо». А потом, в силу того, что интерес к лёгкой атлетике, медали «Ёмкий вид спорта», было принято решение отдать стадион «Динамо» в том числе с правом, так сказать, игры первой скрипкой Федерации лёгкой атлетики. В лёгкой атлетике требования к инфраструктуре, к стадиону, в частности, значительно отличаются по сравнению с требованиями, которые в футболе. Вот, соответственно, сейчас рассматривать старый стадион «Динамо» как футбольный мы не можем, до тех пор, пока не будет понимания, какой проект выберет лёгкая атлетика. То есть футбольное поле останется, но главным стадионом это не будет точно. Поэтому было принято решение строить отдельный национальный стадион для футбола. А пока на сегодняшний день концепция этого стадиона не определена. Я внесу такое предложение на очередном собрании участников «Динамо-арена» сделать этот процесс открытым. Но сейчас можно абсолютно открыто сказать, что объявлен тендер. Управлением капитального строительства МИМ-Горосполкома объявлен тендер на проектирование строительства под ключ. Я думаю, что поскольку этот тендер он проводится публично, потом публично и будет объявлено, кто выиграл. И какой проект будет. Какой проект будет, какая концепция, какие сроки и стадии. Я не вижу ничего, тем более уже со стороны федерации. Мы наоборот заинтересованы в том, чтобы это было как можно публичнее. Публичнее, быстрее и прозрачнее. Спасибо за такой развернутый ответ. Змитр Рух, молодечно. Приветствую. Много идет разговоров о том, что необходимо увеличить посещаемость футбольных матчей. О какой посещаемости может идти речь, когда на голову льет дождь? Интересуется зритель. Человек приходит на хоккей, где ему созданы все условия. Футбол же в этом плане ему сильно уступает. Да, по всей стране стадионы не построишь, но почему бы не создать фонд, направленный на улучшение имеющихся стадионов? Я не говорю про пластиковые сидения и суперновые раздевалки, а вот навесы-козырьки прямое условие увеличения числа болельщиков. В этот фонд могут идти средства численностью из местных бюджетов и заявочных взносов. Заводы в Беларуси ныне понижают цены на строительные материалы, так что федерации, на мой взгляд, по силам найти предприятие, с которым можно было бы заключить оптовый договор на введение навесов в ряде городских стадионов, которые регулярно принимают у себя игры, чемпионаты в Беларуси различных уровней. Здесь вот не только вопрос, да, проблематика, но даже какой-то вариант решения представлен. Ну, неравнодушный человек. Я понимаю, что сравнение, конечно, по условиям, которые есть сейчас на хоккейных аренах, не в пользу футбола. Но футбол начинался, когда о крышах вообще никто на стадионах не вспоминал и не знал, что они могут существовать. И тем не менее, тот же стадион «Динамо» 50 тысяч болельщиков собирал. Хочу напомнить, что никто пока в футболе не отменял еще и поговорку «Матч состоится при любой погоде». Это не в качестве оправдания, а в качестве того, что изначально футбол не обращал особого внимания на погоду. Такие мелочи. Мелочи. Конечно, это нормальное явление. Жизнь идет, условия жизни улучшаются. Надо и в футболе. Безусловно, это не оспаривается. Другой вопрос, что, по-моему, человек, который задает вопрос, он не очень представляет, о каких суммах идет речь. Например, заявочные взносы, уж коль упомянул человек, чтобы он не заблуждался, заявочные взносы не покрывают и половину расходов на проведение самого чемпионата. Поэтому оттуда уж точно ничего взять нельзя для того, чтобы какие-то козырьки устроить. А потом, вот это все-таки не ларек для продажи фруктов, а козырек этот будет над людьми. И вопросы безопасности, и отношения, давайте на вес козырек поставим, на мой взгляд, вопрос задается так, давайте палаткой накроем. Это очень серьезный вопрос. Это, безусловно, разработка проектно-сметной документации. И это цифры на сегодняшний день такие, которые фонд, вот сбросимся и построим, это очень примитивно. К сожалению, мы не располагаем пока средствами, и я не думаю, что в существующей ситуации экономической найдется достаточно инвесторов, способных такой фонд наполнить той суммой, которая хотя бы один стадион позволит укрыть козырьком, которой бы не надо было думать, обрушится он или нет при сильном дожде и ветре. Спасибо. Роман из Минска спрашивает у вас. В этом году заканчивается государственная программа развития футбола на 2011-2015 год. Будет ли разработано новое, и если да, то на какой период, и кто будет инициатором? Спасибо. Ну, к сожалению, Роман немножко отстал от жизни. 31 марта состоялась очередная конференция ассоциации, на которой была утверждена стратегия развития футбола на 2015-2020 годы. Так что программа есть, и более того, мы сейчас под эту программу уже создаем локальные программы, отдельные там по, простите, пляжному футболу, женскому футзалу, по информационному обеспечению. Так что стратегия есть, мы ее уже разработали. А где с программой можно ознакомиться? На сайте она вывешена была еще в начале марта. Отлично, спасибо. Евгения из Витебска спрашивает. Добрый день, возможно ли создание телеканала, полностью посвященного белорусскому футболу? Аналог наш футбол в России, к примеру. Ну, наверное, это не совсем по адресу. Может быть, это проще вам ответить на этот вопрос. Ну, интересно, конечно, но несколько, наверное, утопичным в сегодняшнем условиях. Но я скажу так, есть у нас предложение от одного из каналов заняться созданием такого канала чисто футболиума. Мы пока, так сказать, идея была озвучена, идея интересная, сейчас, ну, что-то, может быть, типа бизнес-плана создается. Я не хочу забегать вперед, но, возможно, такой канал и появится. Вряд ли он будет аналогу нашего футбола, потому что все-таки телевизионными, так сказать, мощностями федерация не обладает в полной мере. Но что-то подобное, возможно, появится. Не знаю, насколько будет другим телевизионным компаниям это интересно. Ну, по крайней мере, да, есть такие мысли. Но мы, да, возможно, мы свою конкуренцию создадим. Хотя хотелось бы, чтобы этим занимались профессионалы. Спасибо. Артем из города Борисов спрашивает у вас, какую цель поставила Федерация футбола по посещаемости матча высшей лиги в 2015 году. Есть вообще вот такая цель, какие-то планы, какие-то показатели? Ну, опять же, это я вынужден просто адресовать к тому, что было на конференции 31 марта. Там Сергей Николаевич Румас подробно говорил, что есть несколько, к сожалению, пунктов его предвыборной кампании прошлой, которые нам не удалось выполнить. Это вот то, что уже упоминали по стадиону Динамо. Не удалось сдвинуть это. Строительство футбольных манежей. И третий больной вопрос это посещаемость. За ближайшие четыре года Сергей Николаевич поставил задачу увеличить посещаемость на 50%. Так. Ну, так значительно, честно говоря. 50%. С учетом того, что не доделали, он поднял обязательство еще выше. Спасибо. Совушка, наверное, я правильно прочитала, из Могилева интересуется, когда сборная Беларуси Ю-21 или национальная посетит Могилев хотя бы с товарищеским матчем. нам это еще не выглас обещал. Им вот это еще было обещано ранее, как вы можете прокомментировать. Я могу прокомментировать это следующим образом. Кстати, говоря про женский футбол возвращаясь. Национальная сборная женская играла матч в прошлом отборочном цикле на стадионе в Могилюре. Так. К сожалению, мы от делегата матча получили много замечаний именно по простите инфраструктуре стадиона. Он не очень дотягивает до матчей вот даже женской сборной. А то, что касается У-21 национальной, это исключено по одной простой причине. Сейчас требования к матчам, где проводятся игры национальной команды, это только стадион четвертой категории. К сожалению, это только Борисов арена. Понятно. У-21 такой пограничный по Могилеву мы рассматриваем, но опять же, я говорю, пока по стадиону есть вопросы, мы его не можем решить. В регламенте есть требования от международного аэропорта до города проведения матча У-21 не должно быть более двух часов. Могилев пограничный. Смотря на чем набираться. На автобусе мы индивидуальный транспорт не предоставим каждому игроку. Или не успеть. Но я же говорю, здесь больше вопросов возникает именно к стадиону и эти вопросы логичнее адресовать собственнику стадиона. Потому что опять же это материальные расходы. Спасибо. Клим Р.А. из города Гродно спрашивает. Здравствуйте, Сергей Вогоршакович. Несколько вопросов. Прошла информация о том, что пять компаний претендуют на права на интернет-трансляции чемпионата Беларуси. Можете конкретизировать какие-то пять компаний, а также обрисовать насколько этот контракт будет выгоден клубам. Что будет сделано для улучшения качества интернет-трансляции? Они два года не развиваются совсем никак интернет-трансляции. На каких условиях заключен договор с БГТРК? Решен ли вопрос с показом или мы снова можем столкнуться с конфликтом, который был у Булацкого и Вергейчика в прошлом году? Здесь, наверное, все-таки по правам на трансляцию и интернет-трансляции. Сколько здесь вопросов? Давайте так емко просто постараемся осветить про несколько компаний. Я, честно говоря, первый раз слышу, что пять компаний претендуют, не знаю, кто распространял такую информацию откуда. Мы говорили, что у нас идут переговоры по поводу реализации права на интернет-трансляцию. переговоры вот такие плотные идут с одной немецкой компанией. Я не могу просто по коммерческим соображениям озвучивать, что это за компания. Буквально там, наверное, дня три назад пришло письмо с таким, извините за выражение, шальным предложением. У нас с 10-го начинается чемпионат, они его прислали, по-моему, с 7-го числа. Вот мы хотим приобрести права. За неделю вот так раз, да, дайте нам права, и мы сразу начнем. Причем там примерно 10 пунктов по техническим требованиям, которые мы должны выполнить. Немножко вот такие обращения за передачей прав напрягают. Хотя вот я говорю, что с немецкой компанией мы второй год ведем, и прежде всего вопрос возникает именно с решением технических вопросов. Технические вопросы – это оснащенность стадионов оптоволокном, это хороший интернет. То есть, опять же, мы в этом вопросе участвуем, но вынуждены решать, так сказать, вопросы из чужого ведения. То, что касается улучшения качества интернет-трансляции, здесь опять-таки вопрос не совсем наверное к вам, да? Опять же, нам бы хотелось, чтобы к решению этого вопроса подключились специалисты. Мы сделали, так сказать, со своей стороны, я считаю, что первый, самый важный шаг. Мы передали в клубы аппаратуру. К сожалению, вот задают вопросы и ваши коллеги там из пишущей братья говорят, мы не занимаемся улучшением. Так придите, скажите, вы, если знаете, как и что надо сделать, придите, скажите, что вот надо, например, еще там две камеры докупить, там еще что-то сделать. Мы реализуем этот проект, ну, скажем так, футболисты реализуют проект, который связан, наверное, со специальностью чужой. Занимаются федерации и клубы. Все говорят, вы ничего не делаете, но при этом никто из тех, кто вроде должен этим заниматься, кроме задачи вопросов, постановки вопросов, тоже тоже ничего не делает. Мы готовы с кем-то скооперироваться, потому что, я еще раз говорю, каждый, наше мнение, каждый должен заниматься своим делом. Мы занимаемся футболом, вы знаете, как надо делать интернет-трансляции, придите, скажите, давайте делать их вместе. Объединились. К сожалению, таких предложений не было, а мы для них открыты. И мы надеялись, что они появятся, когда мы, так сказать, передадим технику и скажем, что мы готовы идти дальше. Хорошо. То, что касается вопросов Еврокубка, но это совсем не наш вопрос, потому что у каждого клуба есть свои права. Они эксклюзивно принадлежат клубу, который попадает в Еврокубок. и влиять на чье-то решение мы просто не в праве, это некорректно. То, что касается показа чемпионата национального, это предмет наших переговоров с Белтелерадиокомпанией, я считаю, что он у нас нормально решается. Спасибо за такой развернутый ответ. Иван из Барановичей интересуется. Добрый день. У меня такой вопрос. Почему наши юниорские сборные возглавляют одни и те же тренеры? Провалив один отборочный цикл, тренеру доверяют другой возраст. И это длится уже несколько лет. Может, пришло время что-то менять и дать возможность поработать другим специалистам? Спасибо. И еще один вопрос. Алексей Михайлович Вергеенко возглавляет два возраста вообще возглавляет два возраста сборную 2000 года рождения и сборную 97 года рождения. Нигде такого не встречал ни в одной стране. Спасибо. Очень эмоциональный такой посыл. Как можно прокомментировать работу тренеров? Действительно, есть вопросы по спортивным результатам, потому что за последние несколько лет мы создали условия для всех без исключения команд, которых, в общем-то, раньше, наверное, еще таких условий не было никогда. И теперь я считаю, что мы вправе требовать тренером. Я не сторонник того, чтобы после каждого сезона менять тренеров, тем более, что мы и меняли, и кому-то давали больше работать, кому-то меньше. Этот вопрос в ближайшее время будет рассматриваться. Но вот как есть, скажем, негатив, когда тренеры меняются очень часто, так, наверное, есть и негатив, если тренеру дается не один шанс. Но теперь у нас есть просто больше оснований спросить конкретно за выполненную работу, что человек показал. То, что касается две сборные в таком возрасте нигде не встречали. Не ноу-хау это, во-первых, есть такие прецеденты. А то, что касается сборной 2000 года, это не совсем сборная команда. Это первый набор Академии, Национальной Академии футбола. Алексей Михайлович получил просто-напросто преимущество в этом вопросе в связи с тем, что он один из немногих, который свободно общается с представителем футбольной Академии Аякса, с которым у нас заключен договор именно по ребятам 2000 года. И там ведется тренировочный процесс не на уровне сборной, как принято считать, который собирается на вахтовый метод, по вахтовому методу. Это именно академия, Национальная Академия футбола, которая работает по клубному принципу. Останется там Алексей Михайлович работать или нет, это будет во многом зависеть от того, какую оценку даст голландский специалист. Мы с ним общаемся, пока он доволен тем, как продвигается за 6 месяцев эта работа. Поэтому говорить о том, что две сборные, нет, это не совсем так. сборная 97-го года, он за нее отвечает и осенью мы с него спросим. Хорошо. Федор из города Борки интересуется. Анатолий Капский заявлял о том, что в январе еще не были выплачены призовые БТ за 2014 год. Решилась ли эта ситуация? Давайте, наверное, по блокам будем, да, потому что один человек задает. Да, решилась. Отлично. Второй вопрос. Вы говорили о том, что АБФ должна стать более открытой. Почему последние заседания с полкомом были закрытыми? Они не были закрытыми. То есть человек заблуждается, он ошибочно где-то нашел информацию. Какие маркетинговые активности АБФ будет предпринимать для популяризации чемпионата Беларуси? вот этот вопрос мы уже ранее немножко касались, Да, ну, он очень большой этот вопрос и я еще раз хочу сказать, что в стратегии там есть отдельные блоки и в том числе по маркетингу а то, что касается открытости опять же в стратегии написано, что мы предлагаем теперь ежемесячно проводить брифинги для журналистов Федерации Футбола и вот, наверное, в последние недели апреля мы соберем всех журналистов первый этот брифинг проведу я, а потом мы попросим от журналистов с кем бы они хотели встретиться через месяц и сделаем это ежемесячными вот то, что касается там закрытого исполкома там на нем не оказалось журналистов но опять же это случилось там чисто случайно вопросы все, которые говорили я потом вышел к журналистам которые были я все рассказал нет у нас закрытых заседаний хотя например в УЕФА ни одного открытого заседания не происходит для сравнения для сравнения спасибо Олег из Бреста спрашивает есть ли у наших белорусских клубов какие-либо зарубежные инвесторы и как нужно обратить на себя внимание клубу чтобы иностранцы им заинтересовались я ну что вкладывать в понятие инвестора инвесторы тот который размещает длинные деньги и хочет получить в отдаленной какой-то перспективе это одно а деньги которые приходят из-за рубежа и используются вот на текущую деятельность это одно и то же или не одно и то же мне тяжело ответить вот деньги которые приходят из-за рубежа вкладываются там в той или иной степени в наши клубы они есть но в небольших количествах что сделать клубу наверное здесь не столько вопрос самого клуба сколько наверное оценка лиги потому что все-таки зарубежные инвесторы да им интереснее лига в целом а уже из лиги они выбирают тот или иной клуб поднимется уровень национального чемпионата тогда наверное и каким-то клубам заинтересуются хотя отдельно интерес проявляли в общем общими усилиями это надо делать да только общими благодарю вас Егор из Минска интересуется по итогам отчетно-выборной конференции опубликовали бюджет федерации за 2014 год во многих статьях расходы были меньше запланированных на чем сэкономили в итоге и было ли это оправдано вот человек ознакомился с документами взятна да да и особо приятно что они делают из этого какой-то тайны как в прошлом году одна из один из сайтов опубликовал чуть ли не штирлицем добытый бюджет федерации хотя он рассылается членам федерации мы никогда его не скрывали то что касается и отчета проекта бюджет на следующий год это открытая информация значит то что касается экономии мы никому не дали меньше чем требовалось сэкономили мы не всегда в начале сезона когда формируется бюджет не всегда знаем международный календарь и в этом году то же самое например жеребьевка женского чемпионата Европы будет вот только 20 апреля поэтому многие расходы закладываются исходя из максимальной напряженности например у нас может оказаться там 6 из них матчей а может больше или меньше поэтому экономия она заложена но профинансированы все мероприятия которые планировали то есть все было оправдано да спасибо Вячеслав из Минска спрашивает каково будущее стадиона трактор его собирались реконструировать такие планы остались в силе значит в прошлом году на уровне совета министров рассматривался вопрос по строительству спортивных объектов в том числе футболе там безусловно затрагивалась судьба стадиона трактор насколько я знаю сейчас готовится уксом заводского района проектно-смертная документация на его реконструкцию понятно да планы но хотелось бы ее остановить если еще и трактор заберут на реконструкцию то тогда в городе Минске вообще надо будет говорить о том что футбол выселен непонятно за какие правильности да понятно поэтому не хотелось бы чтобы пока стадион трактор трогал построить новый национальный да вернуться к вопросу реконструкции старого ну просто физически физически пока это делать нельзя да Иван из Минска по какому принципу оказывается государственная поддержка командам почему дали умереть МТЗ у которого одна из многочисленных армий болельщиков была ну это субъективный конечно вопрос но вот про государственную поддержку командам довольно это опять вот я уже упоминал что у каждого клуба в принципе есть свои учредители либо собственники и это в большей степени зависит от них к сожалению социалка наверное это первое от чего отказываются предприятия которые начинают испытывать трудности экономические у своего предприятия ну наверное это оправдано там можно сожалеть об этом но к сожалению это жизнь вот государственная поддержка она не оказывается вот кому-то дали кому-то не дали она она создает условия для оказания поддержки там нет какого-то принципа распределительного что вот эти деньги идут условно говоря там команде торпеда а эти идут МТЗ Репо там эти партизану такого господдержки нет это зависит от каждого клуба воспользуется он условиями созданными государством или не воспользуется статистиками благодарю Сергей Прикота из Бреста спрашивает добрый день спасибо за возможность задать вам вопрос как оцените сотрудничество с пресс-болом в котором у АБФ 50% доли как будет строиться работа с остальными сними в новом сезоне у нас недавно буквально проходило и собрание участников пресс-бол ну наверное на этом остановлюсь подробнее значит кроме того что это просто сотрудничество со средствами массовой информации поскольку мы стали участником нас интересует и экономическая составляющая этого предприятия вот поэтому мы оценили работу которая была проведена эффект от этой работы как предприятие а не просто как средство массовой информации и что надо сделать для того чтобы предприятие просто выжило в непростых условиях вот то что касается непосредственно работы творческого коллектива мы для себя сразу определили что мы вмешиваться в работу главного редактора не будем это их выбор и наверное по тому как не всегда мягко отмечают работу федерации наверное вопрос сам собой так сказать освещен ни одна публикация не была нам не просто не дана для согласования мы не претендуем на это хорошо спасибо за развернутый ответ Иванов Сергей из Ганцевичей интересуется у меня есть несколько точнее не интересуется а предлагает у меня есть несколько предложений по поводу того как улучшить белорусский футбол в первую очередь нужно создать премьер лигу не считаете ли вы Сергей Вагаршакович что ее пора создать белорусские клубы часто перегибали зарплатами мне кажется эту проблему можно решить за счет введения потолка зарплат что скажете третий момент футболу срочно нужно увеличивать количество людей которые интересуются чемпионатом Беларуси могут ли федерации появиться высококлассные маркетологи в ближайшее время бюджет федерации позволяет потратиться на качественных специалистов вот исключительно субъективное мнение с предложениями как вы могли бы вкратце его прокомментировать значит то что касается премьер лиги неоднократно уже мы говорили Сергей Николаевич по моему последнее время дважды в своем интервью упоминал мы только за создание премьер лиги вот почему-то ее никто создавать не хочет только сразу надо так сказать зерна от племен разделить федерация не может создавать премьер лигу это не наша работа если клубы хотят премьер лигу создавать ради бога мы готовы оказать всяческую помощь со своей стороны но я думаю что желающих сейчас много не будет по одной самой банальной причине федерация субсидирует проведение чемпионата на 50% если создадут лигу эти 50% надо клубам будет сброситься то есть увеличить заявочные сразу желающих станет несколько меньше может быть поэтому и клубы не создают так и саму лигу надо будет за счет чего-то содержать поэтому еще раз говорю если кто-то захочет создавать премьер лигу мы только да пожалуйста и окажем всяческую помощь то что касается потолка зарплат мы тоже с таким предложением выходили с тем чтобы не устанавливать коэффициенты какому футболисту сколько платить а сделать некий фонд заработной платы и в этом фонде заработной платы сделать потолок фонда заработной платы а простите пусть клуб уже принимает решение сам может да он действительно там неймара пригласит к себе и заплатит один выходить на поле и соберет семь там скажем нет семь участников потому что меньше восьми игроков не разрешает начинать по правилам футбол вот то есть мы безусловно это наиболее рациональный на наш взгляд подход ограничение фонда заработной платы фонда но не зарплаты каждого конкретного футболиста на наш взгляд это не правильно то что касается маркетологов мы взяли маркетолога который имел опыт работы в континентальной хоккейной лиге если кто-то хочет прийти поработать у нас милости просим рассмотрим предложение спасибо Дмитрий из Минска задал несколько вопросов я озвучу те которые раньше еще не не озвучивались устраивает ли вас Сергей Вагаршакович дизайн формы национальной сборной можете ли вы дать оценку объемом продаж футболок сборной Беларуси как вы оцените давайте по очереди про футболку и про продажи дизайн национальной формы национальной сборной вообще у национальной сборной две формы темного цвета и светлого если темного цвета это из тимбука то есть это разработанная не для нас индивидуально футболка мы ее просто выбрали из того что нам предложил технический спонсор компания Adidas то что касается белой выбранной домашней формы то это исключительный дизайн только у нашей сборной больше ни у кого такого нет мы работали со специалистами в такой втесной увязке и достаточно долго поэтому я считаю что форма вполне достойная то что касается объема продаж но по разного рода причинам и объективным и субъективным мы только скажем приступаем к таким нормальным продажам поэтому оценить оценить я пока не могу там рано многие вопросы к сожалению не так быстро решались чисто бюрократически как нам хотелось я думаю что примерно к сентябрю можно будет говорить выставлять какие-то оценки за эту работу и один вопрос задам который еще не был озвучен но лично к вам как вы оцениваете свою собственную работу в качестве первого заместителя председателя АБФ мог бы лучше очень емко ну про нововведения и интернет мы уже говорили ранее поэтому не будем останавливаться как федерация Дмитрий из Минска спрашивает как федерация ищет партнеров для сотрудничества в частности договор с Беларусьбанком на каких условиях подписан реклама через присутствие наименования банка в названии чемпионата или какие-то другие условия ну если их возможно вообще разглашать значит договор с Беларусьбанком подписан я уверен на взаимовыгодных условиях если бы было наверное не так он бы не заключался на новый срок мы его заключили на год через год заключили новый договор на два года и он действует вот еще на этот сезон я надеюсь что будет продлен да более того каждый год условия рекламы и объема предоставляемых с нашей стороны рекламных услуг увеличивается и я предлагаю Дмитрию просто-напросто посмотреть и на сайт федерации футбола и обратить внимание на счетовую рекламу которая на каждом матче сборной и учесть то что это реклама и в интернете и во время показа матчей по телевидению присутствуют и буклеты в общем там список на двух листах услуг которых мы предоставляем спасибо Николай из Пинска спрашивает вам не кажется что Минск и Минская область перенасыщены командами особенно низших дивизионов связано это с распределением финансов в нашей стране и в то же время многие города остались без футбола многие крупные райцентры типа Пинска довольствуются второй лигой как федерация влияет на эту ситуацию которая волнует наших телезрителей что сделали вы лично для помощи волне вот такой тоже крик души возможно ну наверное я уже частично отвечал на этот вопрос неправильно это мое субъективное мнение ну и собственно говоря мнение большинства кто работает в федерации мы не можем неправильно это будет если мы кому-то будем уделять внимание больше а кому-то меньше у каждого клуба есть учредители либо собственники и то что касается непосредственно волны она не один год шла к тому чтобы вылететь даже из первой лиги во вторую это отношение тех от кого зависела ее судьба на месте мы не можем делать преференции волне и расширять лигу просто ради того чтобы там оставить волну да точно так же мы ставили вопрос и по Могилевскому Днепру который вылетал из высшей лиги к сожалению как вот подсловица говорится пока гром не грянет может не перекреститься вот это как раз эта ситуация хорошо спасибо Владимир а то что касается еще вот футбольной карты да Сергей Николаевич поставил такую задачу и мы сейчас попытаемся сделать футбольную карту Белоруссии и те города крупные районы и центры где футбол не на достаточном уровне находится будем принимать по ним какие-то отдельные решения как им помочь чтобы там появился футбол но это не значит что мы будем за уши тащить какую-то команду и да и без ее желания как-то способствовать да будут сопротивляться а мы будем заставить Владимир из Минского вопрос о лимите почему отсутствует спортивный принцип если футболист будет достойный его ни один тренер держать на скамейке не будет а получается что создали лимит и люди попадают в футбол через парадную в кавычках дверь и в большинстве случаев ничего не хотят делать знают что все равно будут играть с введением лимита уровень отдельных футболистов не повышается а в лучшем случае остается прежним а тому кто действительно работает выкладывается не хватает места на поле а порой и за его пределами здесь не так прост этот вопрос я так понимаю что речь идет о лимите молодых футболистов которые мы ввели в командах первой и второй линии возможно в высшей лиге такого лимита нет первая вторая лига у нас вообще любительская и иногда тренеры злоупотребляют ставкой на результат есть достаточно большая группа футболистов которые ну как бы там может жестко это не звучало они доигрывают возрастные футболисты понятно что на каком-то этапе тренеру проще взять опытных 30-летних футболистов они сделают ему результат и не всегда это будет объективно по отношению к молодым ребятам я не считаю что я не считаю да что мы ввели уже такое большое количество лимитчиков а ребятам надо дать возможность и в том числе какую-то поблажку потому что конкурировать реально с опытным футболистом например на уровне второй лиги наверное тяжело спасибо так Федор Васюченко из города Лиды спрашивает добрый день Сергей Вогоршакович изначально хочу сказать что не понимаю критиков которые предъявляют вам претензии по поводу работы федерации мне кажется вы и Сергей Румас многое сделали за предыдущие 4 года искренне рад что вы остались в федерации на второй срок и хочу пожелать вам удачи разрешите задать несколько вопросов которые не касаются футбола а вот так вот даже так давайте тогда мы очень быстро ответим на этот вопрос скажите пожалуйста любите ли вы путешествовать если да то где понравилось больше всего если нет расскажите про свое хобби и второй вопрос какой ваш любимый алкогольный а какой ваш любимый алкогольный напиток коньяк или виски почему-то выбор дается между этими двумя и последнее знаю что вы играете в хоккей даже заявлено за одну из любительских команд какой вид спорта вам нравится все же больше футбол или хоккей вот такой офф топ у нас просто произошел случайно Федор Васюченко я никогда не задумался люблю я путешествовать или нет честно говоря у меня просто на это нет времени тут меня путешественникам уже давно окрестили за те командировки в которые мне приходится по роду так сказать работой выезжать нет я спокойно отношусь к путешественникам скорее я домосед может быть в силу того что дома бываю редко мне больше хочется побыть дома нежели где-то есть где-то там на выезде хорошо но при этом конечно у меня есть семья я хочу ей уделять время и к сожалению сейчас там в силу того что отпуск я могу себе позволить только после закрытия сезона в декабре месяце ну соответственно я выезжаю отдыхать в этот период туда где в декабре можно погреться мне понравилось в Доминикане с удовольствием бы туда вернулся но опять же это не путешествовать а именно на пляж и вот на пляже вы употребляете я не употреблял алкоголь совсем прекрасно за спортивное отжиття и футбол или хоккей все-таки футбол конечно спасибо Александр Галинчук Олтуш с этого года федерация проявляет хорошую соцактивность с чем это связано это конечно очень радует болельщики узнают больше эксклюзива ну и речь идет о про социальных сетях каких-то комментариях интернет проектах и так далее мы мы к сожалению к этому очень долго шли но шли целенаправленно и хотели этого еще раньше достичь мы очень долго работали над изменением своего сайта федерации и вот сейчас когда в принципе эта работа многомесячная работа завершилась мы стали просто пользоваться теми возможностями которые у нас открылись и я думаю что будем их наращивать спасибо антон из витебска спрашивает как вы оцениваете развитие детско-юношеского футбола в стране в каком возрасте дети начинают заниматься футболом во сколько надо привести ребенка чтобы не опоздать и сколько стоит такое удовольствие кстати хороший вопрос у меня племянник футболом занимается во втором классе много денег тратят вы знаете наверное нет но на тренировки надо ходить без праздников без выходных без проходных вот это я помню что его постоянно вводят то есть за удовольствие он платит этим ну по крайней мере так точно снижением свободного времени да значит детско-юношеский футбол это наше стратегическое направление если им не заниматься значит перспектив спорта вида спорта в стране в стране не будет да и может быть даже несколько в ущерб взрослому футболу мы стараемся больше уделять внимание именно детско-юношескому это кстати говоря и один из мотивов к увеличению команд высшей лиги многие нас за это критикуют мы считаем что высшая лига это как раз тот локомотив который тянет за собой детско-юношеский футбол во второй лиге четыре возраста не будут играть на первенство республики и не будет шесть возрастов обязательно в клубе то есть это порядка полутысячи детей которые будут заниматься на совершенно другом на другом уровне футбола это вот то что касается расширения высшей лиги и потом создание национальной академии футбола это тоже один из шагов для того чтобы поднять наш детско-юношеский футбол заключение договора с голландской академией Аякса это тоже движение в этом направлении то есть мы стараемся как можно больше делать именно для детско-юношеского футбола 6-7 лет уже пора заниматься но у нас достаточно государственных школ в которых не надо платить за обучение футболом есть частные школы в которых есть оплата это все зависит от возможности родителей и желания ребенка и его функционала спасибо Александр из Минска скажите когда на футболках игроков сборной появится эмблема АБФ если речь идет о игровой форме то я думаю что не появится при всем том что львиную долю расходов по выступлению национальных команд несет АБФ все-таки ребята которые выходят на футбольное поле они защищают цвета не АБФФ а Республики Беларусь поэтому мы не собираемся вместо нашего государственного герба размещать эмблему АБФФ эмблема АБФФ присутствует на тренировочной экипировке на экипировке другой но игровая форма это только герб странный спасибо Константин из города Гомель спрашивает почему по вашему мнению были в свое время закрыты отделения по футболу в областных училищах Олимпийского резерва и прорабатываются ли варианты о возобновлении их работы в ближайшем будущем почему были закрыты не знаю истинной причиной это была инициатива руководства Министерства спорта прошлого руководства к большому нашему удовольствию и радости позиция руководства Министерства поменялась коренным образом и наша инициатива по созданию Академии футбола с филиальной сетью в областных училищах находит понимание Александра Игоревича Шамкова и я думаю, что в ближайшее время все-таки состоится решение уже такое полновесное и может быть даже с осени этого года в училищах Олимпийского резерва появятся филиалы Национальной Академии футбола здорово, это здорово Андрей Махнач из Минска спрашивает Сергей Вавершакович мне известно, что вы крайне заинтересованы в развитии женского футбола в нашей стране возвращаемся к тому, с чего начали мне известно, что на протяжении последних лет Федерация футбола не раз поднимался вопрос с возможностью обязать клубы высшей лиги иметь, если не женские команды мастеров в своей структуре, то хотя бы группы подготовки девочек-футболисток в Казахстане данные инициативы начинают реализовываться уже с текущего года есть ли шанс, что подобный пункт появится и в условиях обязательного лицензирования наших клубов? К сожалению, я в меньшинстве в этом вопросе оказываюсь на среди мужской половины исполкона вот, и поддержка со стороны коллег-женщин не такая серьезная то есть надо, чтобы они активнее вас поддерживали чтобы исполком принял решение это ввести в лицензирование ну, так, если говорить совсем серьезно в Казахстане несколько другим образом осуществляется государственная поддержка там идет, насколько я знаю прямое государственное суксидирование у нас такого нет поэтому вот просто взять и ввести если бы это было, скажем, лет 5-6 назад может быть, и, так сказать, проскочили сейчас, к сожалению, экономика не позволяет вот... ну, как бы в определенной степени жестко диктовать условия поэтому мы пытались, ну, на уровне договоренности пока в силу того, что мужские клубы с трудом выполняют решение лицензирования по детско-юношескому футболу по инфраструктуре обязать их еще и женские ввести ну, на наш взгляд, будет не совсем правильно справедливо, да тяжеловато Змитя Рух, второй вопрос задав из Молодечной сборной Беларуси стоит чаще играть в регионах что позволит поднять интерес к сборной по всей стране негде ага я уже говорил, что, к сожалению, на сегодняшний день те требования, которые УЕФА предъявляет к матче национальной команде это только Борисов арена понятно я сразу хочу оговориться, что очень много вопросов еще поступает мы уже вышли за рамки нашего эфирного времени поэтому давайте буквально три заключительных вопроса что успеем задать, то успеем Андрей из города Гомель победа белорусской сборной с выездом в официальном матче впервые с 2010 года это случайность или будущая закономерность? время покажет то есть у нас прям блиц-опрос начался Александр из Минска после футбола Александра Глеба покорить европейский чемпионат не удалось никому в чем загвоздка? Беларусь не умеет играть в футбол? я думаю, что вот здесь блиц ответить не получится потому что это совокупность многих вопросов это и лично индивидуального игрока то есть насколько он готов пахать в прямом смысле слова для того, чтобы соответствовать уровню раз есть экономические проблемы то, что Беларусь не является членом Евросоюза это дополнительная проблема к трудоустройству и ну опять же из этого, наверное, вытекающие экономические проблемы которые лимит на легионеров оплата то есть здесь все вместе а то, что касается умения играть безусловно, без умения играть никого не возьмут но при равных условиях даже если наш игрок будет соответствовать могут вступить в действие вот эти вопросы ограничения по легионерам которые нам, к сожалению, мешают конкурировать на равных поэтому это, наверное, совокупность нескольких проблем не всегда внутренние, но и внешние факторы Белошейкин Дмитрий из Минска спрашивает МВД обязала АБФФ так да МВД обязала АБФФ обязать футбольные клубы создать клубы болельщиков при этом в предлагаемом формате общественное объединение это добровольное объединение граждан как вы видите какую деятельность должны осуществлять подобные клубы болельщиков и ну вообще там насколько целесообразно это значит, во-первых МВД не обязывала АБФФ у них нету таких полномочий инициатива была с нашей стороны проявлена и смысл закладывался в том чтобы дать просто-напросто болельщикам возможность выбирать есть неформальные объединения фанатские объединения более таких, наверное, активных болельщиков которые категорически не приемляют клубного членства фиксированного членства мы со своей стороны дали рекомендации клубам настоятельные рекомендации опять же мы их не можем заставить но рекомендовали создать формализованные эти клубы и предоставить для них какие-то преференции и разделили эти преференции с федерацией мы готовы передавать билеты бесплатные билеты для членов этих клубов на матчи сборной команды с МВД, вот, кстати, мы проговаривали вопрос о том что если болельщик спокойно идентифицирует себя получит клубную карту для него создать упрощенный проход на стадион если человек не скрывает себя значит он, понятно, не будет заниматься чем-то противоправным на стадионе почему ему не убыстрить вход на стадион это в итоге да, то есть вот что мы подразумевали предлагая создать клубы такие формализованные клубы болельщиков опять же, это было бы проще с выездом на гостевые матчи то есть старание, чтобы можно было решать эти вопросы вот единственная цель, по которой мы рекомендовали создать эти клубы спасибо, Игорь Шевцов спрашивает какие меры принимаются сейчас для спасения футбола в Гомельской области где из-за решения местных властей полностью лишился футбол возможности получения господдержки собирается ли федерация как-то поддерживать и стимулировать проекты вроде клуба Рогачев МК который работает сейчас исключительно за счет собственной предпринимательской деятельности благодаря внедренному готовому бизнесу в клуб вот, я просто озвучила, потому что это такие клики души, наверное значит, то, что касается решения местных властей я так понимаю, что речь идет о налоге, кажется, на недвижимость из-за него было много вопросов и не хотим мы в те области, которые не наши вторгаться, да и комментировать, насколько правы местные власти значит, то, что касается ситуации Сергей Николаевич Ромас лично занимается этим вопросом и в моем только присутствии он неоднократно связывался с губернатором с руководителями районов отдельных с просьбой поддержать клубы и я думаю, что в целом ситуацию удастся решить она еще не закрыта надо понимать, что если бы ситуация у Беларуси нефти которая традиционно оказывала поддержку клубам Гомельской области экономическая ситуация была другая то, может быть, вопрос не возник бы по решению местных властей в целом ситуация непростая Сергей Николаевич занимается ей практически ежедневно то, что касается Рогачева мы договорились в ближайшее время встретиться нам интересен их проект мы готовы его обсуждать чем сможем, поможем и инициативу обязательно поддержим отлично, спасибо Игорь Солигорск добрый день, у меня такой вопрос почему квалификация к чемпионату Европы среди юношей Ю-17 пройдет в Молодечной, а не в Минске очень хочется посмотреть на своих второй год подряд играем там куда тяжело добраться, спасибо проблема, опять же, самая банальная по стадиону негде играть и еще не факт, что мы сможем играть в Молодечной потому что инспекция с УИФА, которая приезжала по Молодечной высказала очень много замечаний а на Евро 16 года среди девушек до 17 лет они поставили крест, сказали, что этот стадион они не примут никак Понятно, Володя из Могилева добрый день, скажите Кстати, может быть, если стадион «Трактор» успеет устранить замечание вполне возможно, что осенью квалификация будет в Минске Здорово Володя из Могилева спрашивает скажите, почему так затянули жеребьевкой первый и второй лиг Затянули по одной простой причине потому что подтверждение об участии команд и в первой и во второй лиге собирали, так сказать, по зернышку до последнего момента Даже так? Даже так Вот как раз это в созвучии с Выше лиги, да? С Гомелем потому что по Гомельскому региону действительно у многих проблемы были клубов поэтому старались оказать помощь чтобы они не отказались поэтому тянули до последнего чтобы сформировать лиги Спасибо Дмитрий из Минска интересуется Слышал про Академию футбола в Солигорске при футбольном клубе Там живут и учатся детки со всей страны Есть ли еще у нас в стране такие условия для детей как в Солигорске И как вам такая идея создания подобного учебного заведения? Спасибо Мы только приветствуем тому что клуб так серьезно относится к своему резерву Но можно сказать, что так же серьезно, наверное, и Минская Динамо занимается этим вопросом и Батте Ну, Гомель до последнего времени тоже отличался этим Ну и вот то, что я говорил Национальная академия футбола это как раз вот все, так сказать, звенья одной цепи Это очень хорошо Спасибо Семен из Сморгони спрашивает Здравствуйте Наша команда уже много лет играет в первой лиге Недавно Сергей Рума заявил о том что нужно найти спонсора для первой лиги Как продвигается этот вопрос? Возможно ли, что уже с нынешнего сезона такой спонсор появится? Рассматриваете ли вы пивные бренды в качестве спонсоров? Также хотелось бы узнать какие шаги будут предприняты для развития первой лиги Все же во многих городах это единственное развлечение Хочется бы уровень, чтобы турнира рос Спасибо, очень хороший вопрос Я передам Сергею Николаевичу что у него есть поддержка со Сморгони потому что Сморгони он тоже персонально занимался Да, то есть это прямо на карандаше Ну да, есть, к сожалению, города в которых хотят сэкономить на футболе Поэтому Сергей Николаевич вынужден выходить на местные власти и решать этот вопрос как сейчас модно говорить в ручном режиме Ага, хорошо То, что касается спонсора нет, в этом году точно не будет Эта задача была поставлена на перспективу в принципе на 15-й календарный год и мы будем делать все, стараться чтобы спонсор появился к сезону 16-го года Отлично, спасибо То, что касается пивных брендов мы рассматриваем всех в качестве партнеров кого не запрещает законодательство Республики Беларусь Понятно И заключительный вопрос Дмитрий Изминска Футбольные школы и клубы ежегодно перечисляют несколько сотен миллионов рублей на счета АБФ за участие своих команд из детей 2007-2001 годов рождения в чемпионате города Минска по футболу При этом поля для игр предоставляют сами клубы-участники Судьи финансируют управление спорта и туризма Мингрысполкома Протоколы матчей готовят и тиражируют тренеры команд Понятно, к чему ведет человек Текущая таблица результатов верстают и публикуют родители юных футболистов Да, при этом распределяются немалые деньги, уплаченные федерацией, как организационный сбор И действительно ли они немалые, как вот считает Дмитрий? Не могу сказать, потому что это вопрос, так сказать, не по окладу Никакие деньги на счета АБФ за участие в чемпионате города Минска не поступают Чемпионат города Минска проводит Минская городская федерация футбола Поэтому все деньги перечисляются ей И там управление спорта и туризма упоминается Так вот, Федерация футбола и управление спорта и туризма Мингрысполкома Это проводящая организация Нам эти деньги не перечисляются Это не так Спасибо большое, Сергей Вагаршакович, что ответили на большую часть вопросов Да, потому что на все физически мы не могли ответить Спасибо большое, интернет-пользователи, что следили за нашей онлайн-конференцией За анонсами будущих встреч Следите в выпусках новостей Всего вам хорошего в этот четверг Спасибо, всего доброго